Сегодня мы поговорим о том, что делать, если ваш ребенок левша. Всему живому присуща асимметрия, не исключение и наши парные органы. Обычно один берет на себя основную функцию, а другой – подчиненную. Окажется ли правая или левая рука ведущей, зависит от трех факторов – наследственность, воспитание, а также возможных нарушений, полученных малышом в перинатальный период или при родах. Доминирующая рука связана с ведущим полушарием головного мозга. Леворукость – это не прихоть и не дурная привычка, а особенность ребенка, обычно врожденная, связанная с устройством мозга, а значит, ее нужно принять, а не ломать или пытаться перестраивать. Каждая полушария отвечает за свой особый тип обработки информации. Правая, образная полушария, обрабатывает информацию мгновенно, воспринимая ее как целостный образ. Левая – логическая, обрабатывает информацию постепенно, рассматривая все варианты. Есть ряд психологических особенностей, которые отличают левшей от праворуких детей. Вот основные из них. Левши обладают прекрасной пространственной ориентацией, чувством тела, отличной координацией движения. Они более успешны в изучении геометрии, благодаря ее пространственной природе. Однако они плохо выполняют деятельность, которая требует постоянного самоконтроля. Левши более эмоциональны, ранимы, впечатлительны. Они наделены богатым воображением и склонны к фантазированию. Ни в коем случае не занимайтесь переучиванием, поскольку этот процесс является настоящим насилием над мозгом ребенка. Если вы окончательно убедитесь, что ваш ребенок отдает предпочтение левой руке, не огорчайтесь, а учитесь учитывать эту особенность в общении и обучении. И как говорил великий педагог Януш Корчик, любите своего ребенка любым, радуйтесь общению с ним. И помните, что ребенок это праздник, который пока с вами. Всего хорошего. До новых встреч.